Всем привет! Сейчас расскажу вам про два очень качественных гаджета от фирмы A-Fast. Давайте начнем с наушников A-Fast T3. Это премиумные наушники с хай-фай звучанием и адекватной ценой. После получения посылки я сразу обратил внимание на коробку, она просто великолепная. Гаджет на подарок будет просто шикарен, еще до момента использования гарнитуры. Подобные в наушниках этого ценового диапазона очень трудно встретить. Они легко и удобно садятся в ушах, благодаря трем сменным накладкам, с которыми вы сможете без труда подобрать подходящий себе размер. Сенсорное управление работает без претензий и сбоев. Пользоваться управлением удобно и легко. Микрофоны работают на достаточном уровне. Как для этой ценовой категории, собеседник будет слышен без перебоев. Они имеют хорошее звучание. После настройки эквалайзера средние частоты и высокие частоты будут играть очень хорошо. Хотя звук из коробки просто обалденный, как по мне. Низкие частоты хорошо слышны. Присутствует приятный бас и средние слышны на отличном уровне. Мне звук понравился. Наушники изготовлены из черного глянцевого пластика. Звуковод овальной формы. Сенсорное управление. Микрофоны расположены на наружной стороне наушников. С этой гарнитурой вы получите яркое и мощное хай-фай звучание любимых треков благодаря увеличенным до 13 мм динамикам и поддержке кодеков SBC, ACC и APTX. Новейший чип Qualcomm QCC 3040 и подключение через Bluetooth 5.2 обеспечивает низкую задержку передачи звука. Поэтому даже во время игры аудиоряд будет синхронным, без сбоев и помех. AENC шумоподавление с технологией CVC 8.0 сделает слышимость во время телефонного разговора максимально четкой и комфортной. Подключается гаджет к смартфону через Bluetooth без проблем. Управление наушниками простое. Одинарный тап – это регулировка громкости. Двойной тап – это плей-пауза. Тройной тап – следующий предыдущий трек. Удержание – вызов голосового помощника. Зарядный кейс оснащен аккумулятором емкостью 400 мАч. Заряда которого хватает на 31 час прослушивания музыки и 80 часов работы в режиме ожидания. Каждый из наушников оборудован встроенной батареей в 40 мАч, достаточный для 5 часов музыки и 4 часов звонков. Один заряд кейса может полностью зарядить наушники до 4 раз, а при низком заряде наушников звучит голосовая подсказка. AceFast T3 работают как в стерео режиме для абсолютного погружения в звук, так и по отдельности, если вы слушаете музыку вместо с кем-то. Они автоматически выключаются через 5 минут без сопряжения с устройством. А еще наушники оснащены влагозащитой IPX4. Это значит, что с ними можно активно заниматься спортом или находиться на улице во время дождя. Как видите, помимо классной характеристик у гаджета, еще и довольно стильный дизайн. Так что, если рассматриваете Bluetooth наушники, кейфаст Т3 советую присмотреться. AceFast A13 сетевое зарядное устройство с тремя разъемами и поддержкой быстрой зарядки. A13 поддерживает большинство современных протоколов быстрой зарядки PD, QC, PPS, AFC, FCP, что позволяет быстро и эффективно заряжать ноутбуки, смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и другую мобильную электронику, включая продукцию Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и т.д. Благодаря наличию трех разъемов, с его помощью можно заряжать до трех гаджетов одновременно. Встроенный интеллектуальный чип регулирует выходную мощность и оберегает ваши гаджеты от избыточного напряжения и тока, перегрева и короткого замыкания. Корпус из прочного огнеупорного пластика обеспечивает долгий срок службы. А также в зарядке есть противопожарная защита V0, сертификация энергоэффективности PSE3C и ERP6. Оно может одновременно быстро заряжать ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны через USB-C, а одно зарядное устройство может удовлетворить потребности в быстрой зарядке нескольких устройств. И в комплект, кстати, входит Type-C Type-C кабель с мощностью 100 Вт передачи. Все характеристики портов вы видите на экране. А теперь давайте перейдем к тестам. Хочу сразу сказать, что максимальную нагрузку в 65 Вт я не смог дать, так как попросту у меня нету нагрузки такой мощности, а только есть в 35 Вт. Хотя и 35 Вт это немало. Итак, мы сейчас видим, что мы подключились к первому зарядному устройству. Эта зарядка может заряжать не только телефоны и планшеты, но, как я подозреваю, и ноутбуки, потому что тут есть PD-протокол. Итак, подаем ей нагрузку 5 Вольт. 15 Вт пошла нагрузка, и при 5 Вольтах мы видим 3 А, она нам выдает. Вот так. Смотрим сразу максималку. Сразу максималку. Ну и вот. При 5 Вольтах она выдает нам 3,4 А. О, 3,5 Вольт почти сейчас будет. Нет, не будет. 3,4 А. Но, у меня есть вот такой вот нагрузочный модуль. И мы сейчас подадим ей нагрузку. Ну вот, допустим, Quick Charge 3.0 прошла у нас, да? Вот этот модуль дает нагрузку Quick Charge 3.0. То есть, как будто мы подключили сейчас телефон. Ну вот, видим примерно те же показатели. 3,4 А при 5 Вольтах. Но, я могу дать нагрузку побольше, конечно. Вот видим 12 Вольт. 12 Вольт даем. По Ватам почти вот 28, да? Видим, да? Что она у нас входит в защиту. И при 12 Вольтах оно выдает 2,5 А. Ну, это оно выдает реально побольше. Просто я не могу больше нагрузить. Видите, как громко работает нагрузка. Потому что она на пределе своем. Почти максималка. 12,1 Вольта на 2,77 А. Вот, солнышко вышло. И нам почти все заслепило. Переходим к другому разъему. Так, еще у нас первый разъем S1. Смотрим, что покажет при 9 Вольтах. Сразу даю максималку, чтобы долго не томить. Итак, при 9 Вольтах дает 3,2 А. Сейчас попробуем больше разогнать. Солнце, как всегда, наш друг. В общем, при 9 Вольтах дает 3,3 А. Вот, где-то так. Идем к следующему разъему. Едем дальше. По-быстрому. Второй разъем S2. Так, даем нагрузку. Второй разъем у нас уже 20 Ваттный, а не 65 Ваттный. Замечу. Вот, у нас написано S2 20 Ватт. Пока что мы даем даже больше 20 Ватт, 21 Ватт, 22 Ватт. Вот так. И тестируем. Сразу переключаемся на A1 разъем. A1 разъем у нас по мощности 18 Ватт тоже. И сразу не томян, пробуем с нагрузкой. Так. Видим. просадку при 11 Вольтах. Посмотрим, какие данные покажут нам. Ну вот. Смотрим, как примерно скачут показатели. В общем, при полноценных 12 Вольтах выдает у нас 1,7 А. Даже 1,9. В общем, 12 Вольт, 2 А. Вот так скажем. Это у нас зарядка A1. Скажем так, первую зарядку A1 и S2 я более-менее смог нормально протестировать. А самую мощную S1 не мог. Потому что у меня не позволяет нагрузка. Как-то так. Но мне кажется, что зарядные устройства очень актуальны на данное время. Очень мощные. И я думаю, оно стоит того, чтобы его купить, если вам нужна подобная зарядка. Вот такие устройства от AceFast я протестировал. Это третий гаджет от этой фирмы и все устройства на высоком уровне. Так что могу советовать. Ну а на этом пока все. Желаю всем мира, благополучия и здравия. Не только телом, но и головой. Всем спасибо за просмотр. Будьте все здоровы. Пока.